Здравствуйте! Жизнь как колесо стремительно движется вперед. Пусть ваша дорога будет насыщена самыми разными событиями. Мы делаем будни интересными, а вы смотрите большую афишу. Начало октября радует количеством действительно культурных мероприятий, которые пройдут в городе. Уже в пятницу, 4 октября, открывает сезон «Русский камерный оркестр». Коллектив известен в городе 12 лет. Музыканты выступают в Марьино, сотрудничают с Владимиром Спиваковым, исполняют и джаз, и произведения из кинофильмов, но самое главное – классику. На открытии сезона оркестр подготовил минуэт Бекерине, сцены из оперы Верди и Кальмана, солировать будут лауреаты международных конкурсов Андрей Иков и Наталья Вакуленко. Концерт пройдет в актовом зале Курского госуниверситета в 6 вечера. Мы растем и, как бы, с каждым годом усложняем свой репертуар. Хотя, в принципе, в репертуаре более 500 произведений. То есть, это от эпохи ренессанса и барокко и до современности. Изучить хотя бы один лес, увидеть себя в отражении новых городов, с обувью, без, под звуки 50-летних хитов. Это Евгений Соя, современный поэт-новатор. В свои 21 он издал 4 поэтических сборника. Проехал со своими стихами от Мурманска до Владивостока и от Севастополя до Львова. Записал альбом с музыкантом Дэвидом Артуром Брауном. Это он, автор текста «Эхо тысячи вокзалов», песня, которая в прошлом году буквально взорвала интернет. У твоих инициалов, эхо тысячи вокзалов, тех, что я оставил навсегда. 4 октября Евгений Соя приедет в Курск на поэтический вечер в арт-студию «Обервалк». Приходите слушать его творчество в 20.00. Будьте в курсе событий с нашим информационным партнером. Радио «Серебряный дождь» 107.6 в Курске. «Серебряный дождь» радио для тех, кто умеет думать. Это рок-команда приезжает в Курск ежегодно и каждый раз собирает полные залы. Встречаем группу «Пилот». Музыканты презентуют новый 13-й по счету альбом. Записывался он в Петербурге на протяжении трех месяцев. И даже с участием оркестра. Интересно, что лидер группы Илья Чорт активно поддерживает «Гринпис». Продюсирует молодых рок-музыкантов, выступает в детских домах и активно проявляет гражданскую позицию. Мне кажется, ярлыки, названия, это вот люди пусть приклеивают, если им хочется. Я даже себе говорю, что я даже не музыкант. Я просто человек, живу свою жизнь. Делаю, что умею. Вот что Бог сказал делать, то и делаю. Мы на службе, в командировке и все. В Курск «Пилот» приедет с новым световым и звуковым шоу. Концерт пройдет в ночном клубе «Матрица» 3 октября в 7 вечера. Если похожий на свет, полгейбург отступил и погас. Значит нет, у тебя не минуты. Вовсе, скорость и по всей дороге спрячет. Умеете ли вы контролировать свои эмоции? Можете ли добиваться того, чего хотите? Если вы не управляете своей реальностью, то она управляет вами. Так считает Артем Косилов. Кто он и что значит управлять реальностью, вы узнаете на тренинге в креативном пространстве лабораториум 5 октября в час дня. Хотите развеяться во всех смыслах этого слова? Выбирайте мотоцикл, он точно поможет избавиться от лишних мыслей. И пока стоит хорошая погода, успейте покататься с ветерком. На этих выходных мото-клуб «Легион 46» закрывает сезон. Всех байкеров будут ждать в 14.00 на Триумфальной арке, откуда и начнется мотопробег. Финиш в пионерском лагере «Орленок», где всех ждет настоящее шоу. Выступление рок-групп, фаер-шоу, полевая кухня и бармен-шоу. Хедлайнеры воронежская группа «Скилл Тойз» не дадут вам скучать. Тех, кто остается в городе, тоже ждет ночь без сна. Спать будет просто некогда. Сальса, меренги, самая жизнерадостная музыка и яркие танцы. Это вечеринка в стиле латино. Первая в этом сезоне «Латин Найт» пройдет уже в фубботу, 5 октября, в кафе «Кристалл» на улице Энгельса. Проведите одну ночь в настоящей Бразилии. Начнутся танцы в 22.00. Если вы настроены на музыкальную философию, запланируйте вечер с группой «Одно, но». Они говорят о вере, об искренности и настоящей свободе, о чистоте и благодарности. Обычно в мире любят вещи и используют людей, но нужно вещи использовать, а людей любить, утверждает группа «Одно, но». На музыкальную терапию приходите 6 октября в йога-центр «Лотос» к 5.00 вечера. «Ты кто? Неужели я тебя нашел? Ты кто? Но я тебя нашел!» В советское время все мечтали полететь в космос, а ведь это может быть весьма опасное мероприятие. А вдруг взорвется шаттл и вы останетесь в безграничном пространстве совершенно один или в связке с напарником. Вот такая интересная ситуация, а заодно и сюжет фильма «Гравитация», премьера которого состоится уже 3 октября в кинотеатре «Родина». Кстати, начинается лента 17-минутной сцены без единой монтажной склейки, а по своей амбициозности кинолента может посоперничать с аватаром Джеймса Кемерона. Около 60% событий, происходящих на экране, создавались с помощью компьютерной графики. Сам Кемерон назвал «Гравитацию» лучшей кинолентой о космосе в истории кино. Сосредоточьтесь! Я вас почти не вижу. Еще пару минут, и я не смогу вас найти. Не вижу вас. Отстёкивайтесь! Пытаюсь, пытаюсь! Юстер, визуальный контакт с доктором, что он потерян. Юстер, визуальный контакт с доктором, что он потерян. Третьего октября смотрим фильм о космосе, а четвертого – о космических успехах на льду. Ночь в кино, которая пройдет в кинотеатре «Родина», начнется с предпремьерного показа первой серии спортивной драмы «Молодежка». Приходите к 22.30. Вы сможете поучаствовать в спортивных турнирах, необычной фотосессии, поиграть в настольный хоккей и получить эксклюзивные подарки от сериала «Молодежка». Смотрите фильмы, занимайтесь спортом, но не забывайте баловать себя. Участвуйте в викторине и получайте пиццу в подарок от нашего партнера. Компания «Люблю пицца». На короткий номер 4647 вам надо прислать ответ на вопрос «Имя человека, который создал новую косметическую линию с запахом пиццы». Внимание! Сообщение начинайте с префикса 1076, пробел, а дальше вводите свой ответ. «Люблю пицца?» Надо попробовать, чтобы влюбиться. Какие только неординарные творческие коллективы не образуются в последнее время, и кто в наш город только не приезжал. Однако есть еще музыканты, способные удивить, по крайней мере языком, на котором поют. Группа «Готика» исполняет свои хиты исключительно на японском. Индастриал коллектив из Токио создает свои треки под влиянием музыки «Рамштайн» и «Баухаус». «Готика» стала самой гастролируемой иностранной группой из восточного полушария и, наконец, отобралась до Курска. 9 октября они выступят в арт-студии «Обервалб» в 9 вечера. О другом артисте молодое поколение, возможно, никогда бы и не узнало, если бы не популярное шоу. «Готовьте голоса» – в Курск едет мультиинструменталист, поэт и композитор Александр Градский. Телезрителям он запомнился как самый суровый и требовательный наставник шоу «Голос». Однако жесткость «Метро» дала свои плоды, его подопечная Дина Гарипова выиграла первый сезон, а потом заняла пятое место на Евровидении. Проект Градский сравнивает с тренировкой космонавтов, не боится критиковать и поющую молодежь, и других членов жюри. А вот как поет артист вы услышите на его концерте 14 октября в Драмтеатре. Выступление начнется в 7 вечера. Если же вы любите петь, нет, мы не отправляем вас на шоу «Голос». Попробовать свои силы пока можно и в Курске. До 6 ноября в караоке клубе «Ночь» проходит вокальный конкурс. Участником может стать любой желающий. 13 ноября состоится финал, а петь начинают каждую среду в полночь. Как ни крути, а современных артистов воспитывают не музыкальные учреждения, а телевидение. Жил себе Бахтияр Алиев, хорошо учился, но как-то посмотрел «Фабрику звезд» и попробовал написать песню. И все, с тех пор не прошло ни дня, чтобы он не написал хоть какую-то строчку. Теперь он известен как автор-исполнитель Бахти. У его клипов имеются миллионные просмотры, а у него два красных диплома «МОЗ» у МВД России. Курс Бахти приедет не с лекциями, а с концертом. Познакомьтесь с артистом 11 октября в ночном клубе «Матрица». Начало в 6 вечера. Вы можете получить пригласительные на концерт артисты бесплатно. Звоните к нам в редакцию по телефону 54 69 49 и участвуйте в викторине. Интересно, что сочинять стихи Бахти начал в 9 лет, но не на русском языке. Ответите, на каком языке писал верши артист, получите билеты на его концерт. Ответы мы принимаем с 10 часов утра. А вот поклонников традиционной песни будут ждать на концерте потомственного казака Юрия Щербакова. Гармонист и исполнитель народных романцев приедет в киноцентр духовной культуры имени Щепкина. Он участник фольклорных коллективов и многочисленных фестивалей, а еще актер. Причем снимался Юрий Щербаков у Никиты Михалкова. В фильме «Утомленные с солнцем 2» он играет солдата из штрафбата. Когда гармониста роты убивают, он подбирает инструмент, как знамя из рук павшего командира. И песню увлекает солдат в атаку. Щербаков участвовал в записи саундтреков к фильму. А в Курском приедет 10 октября с концертом, который начнется в 7 вечера. В родимой стороне, меж юных и жен, оенчатых цветами, шел разговор веселый обо мне. Будьте внимательны при выборе мероприятий. Субтитры создавал DimaTorzok Пятого октября все отправляемся в парк, в лес или хотя бы во двор собственного дома. Будет международный день наблюдения птиц. Люди отмечают на учетных листах увиденных пернатых, а после отправляют данные в специальные центры. В этой акции участвуют жители более чем из 100 стран. Проведите время с пользой. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова